Привет, друзья! Меня зовут Константин Плёхов, и вы на канале Guitar Play SPB. И как вы уже догадались, сегодня речь пойдет о группе Linkin Park, а точнее о их гитаристе Брэдди Делсиде. Брэд Филипп Делсон родился 1 декабря 1977 года в городе Лос-Анджелес в еврейской семье. Первым инструментом Брэда стала труба, а позже он самостоятельно освоил и флейту. Гитару Брэд взял впервые в шестом классе, и с этого момента началась его музыкальная карьера. Брэд является одним из основателей группы Linkin Park вместе с вокалистом Майком Шинодой. Они познакомились еще в детстве, ходя в одну среднюю школу Агора Хиллс на окраине Лос-Анджелеса. В то время Брэд играл во множестве разных коллективов, до тех пор пока не встретил барабанщика Роба Бурдена, с которым они выступали в группе Relative Degree. После окончания школы Делсон поступил в Калифорнийский университет, получил там диплом специалиста по коммуникациям. Но в этой области он работать не хотел, и поэтому после универа Брэд, Бурден и Шинода сформировали группу Zero. Кстати, название предложил именно Брэд. Во время учебы в универе он делил комнату вместе с Дэйвом Ферреллом, которого он тоже пригласил в группу на бас-гитару. Параллельно Брэд начал работать в музыкальной индустрии, устроившись в студию Warner Brothers. Там он сотрудничал с продюсером и звукорежиссером Джеффом Блю. Именно Блю, послушав демо Брэда, дал пару советов по музыке и в дальнейшем порекомендовал им найти хорошего вокалиста в группу. По итогу сам Блю и представил им Честера Беннингтона. Вскоре коллектив переименовали в Hybrid Theory, и на свет появились шесть треков, которые парни заливали на различные сайты в интернете, чем заработали целую армию поклонников. Вскоре группа подписывает контракт с Warner Brothers Records и переименовывается в тот самый Linkin Park. В 2000 году Linkin Park выпускает альбом в честь предыдущего названия группы. Альбом приносит группе всемирную известность. В течение следующего года Брэд помогал записывать альбом ремиксов под названием Reanimation. Именно Брэд предложил идею ремикса на трек Pushing Me Away. Во время записи второго альбома Брэд сыграл ключевую роль. На втором альбоме Метеора появились более тяжелые и злые рифы. Несмотря на фееричный успех второго альбома, где было огромное количество хитов, стиль игры Брэда постоянно подвергался критике за излишнюю простоту. В ответ он говорил, что не хочет заглушать партии своего инструмента, своих коллег по группе. Также он признавался, что хочет, чтобы его гитара звучала как клавишные и струнные инструменты и органично вписывалась в любые жанры. Музыкант в шутку заявлял, что считает себя противником гитарных соло. Но в следующем альбоме... Minutes to Midnight... ...все-таки начал их исполнять по просьбе коллег по группе. Во время записи этого альбома Брэд много экспериментировал со звучанием различных гитар и гитарных эффектов. Например, в песне No More Sorrow Брэд использует электроэнергию. Делсон обычно не дает серьезный ответ на вопрос санауре. На самом деле, Делсон использует наушники в качестве ушных мониторов, где он может слышать от каждого члена в группе в отдельности. Также слышит свою гитару и вокал. Кстати, вокал Делсона вы могли слышать в песне Until It Breaks. Все, что играет Брэд на гитаре, это в основном риффы, построенные на пауэр-аккордах в пониженном строе гитары. Но, как говорилось ранее в альбоме Minutes to Midnight, он начал сочинять соло. Давайте послушаем некоторые соло, исполненные им вживую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, здесь мы слышим небольшие шероховатости в его игре, небольшой ресинхрон правой и левой руки и также быстро угасающая вибрато. Но, тем не менее, заметно, что гитарная база у Брэда Делсона есть, и поэтому это не может не вызывать уважения. Для группы Linkin Park и альтернативных групп того времени, я считаю, Брэд выполняет свою функцию на отлично. И поэтому сравнивать его с другими гитаристами, которые играют 100 нот в секунду, не стоит, потому что здесь больше важна музыкальная составляющая, а не техника. И я надеюсь, что что-то в группе сдвинется после утраты Честера, и, быть может, мы с вами вновь увидим, услышим новый альбом в исполнении ребят из группы Linkin Park. Всем огромное спасибо за просмотр! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, предлагайте в комментариях новые темы для обзоров, какие вам интересны музыканты, гитаристы, и я обязательно сделаю новый видос. Всем спасибо!